Константин Хабинский в Самару ехал из Тольятти, где стал одним из главных зрителей первого спектакля Тольяттинской студии творческого развития, которую он же и организовал. В Автоград с гастролями приехали и воспитанники Уфимской студии. Такие творческие лаборатории за пять лет открылись в 11 городах России. Еще одной кузницей талантов может стать Самара. Перспективы открытия народный артист обсудил на встрече с главой Самары. Буквально две недели назад мы собирались с театральными деятелями города, обсуждали о том, что нужно больше театральных студий в городе открывать, поддерживать вообще желания молодых актеров, реализовывать себя на различных творческих площадках. Чем больше, скажем так, людей приобщаются к искусству, чем больше граждан приобщаются к искусству, тем, наверное, быстрее меняется общество. Студия творческого развития не просто театральный кружок. Здесь более основательный подход. Из детей стараются не актеров сделать, а воспитать личность. Студия творческого развития. Спектакль получается хорошо, не получается. Мы занимаемся другим. Мы не готовим детей для поступления в театральные музыки. Мы готовим просто людей, раскрываем тот потенциал, который в них сидит, молодых людей в большую жизнь. Готовим людей, с которыми мы сможем найти общий язык впоследствии. А чем они будут заниматься дальше? Это уже не было. Я смотрела, естественно, проекты в Питере. Для меня самое главное – вот это человеческое составляющее, то есть оперение, взлёт. Понимаете, вот это вот культурное гнездо, да, где люди получают настоящую реальную возможность развития. Для детей занятия в студии бесплатные, а вот средства от концертов и спектаклей, которые ставят воспитанники, идут на благотворительность, на лечение больных раком. Обычно в студии несколько групп для детей разных возрастов. Актёры сама-то, я знаю, что весьма с интересом, которые с коллегами откликнулись на реализацию этого проекта и готовы тоже подключиться в перспективе уже педагогической деятельности. Пока это только первый этап переговоров. Главный вопрос – помещение, где может расположиться студия. Требования к репетиционным и концертным залам весьма высокие. И это должен быть своеобразный дом для воспитанников, где особая творческая аура – своя душа. Власти Самары готовы поддержать проект и планируют привлечь необходимые ресурсы для его реализации. Марина Кравцова, Станислав Ливин. События.